Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 21 выпуск 5 сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл всего один, но важный квест «Каратель. Часть 2», настреляв на берегу 12 диких из оружия с глушителем. Выпуск поддержали финансово Лабра Гибра, Шуракен, Ложе Хауса, Фрэнки Уайлд, Бонник Форевер и Стефан. Байсон Тельмешкис. Позор, нет. Спасибо вам большое. Очень приятно. Будьте здоровы. Привет в Туймазы из Брауншвайга от Квашнина Виктора Васильевича. Ё-моё. Всем приятного просмотра. Сегодня светит закрыть один дейли-квест с небольшими, конечно, наградами, но для выполнения всего лишь навсего нужно сварить два тройника. Это я могу делать в убежище. Один я уже сварил, второй сейчас стоит у меня на варке. Вот, в верстаке я уже второй варю. Первый уже сварился. Вот он второй. Через 40 минут закроем дейлик. Это не вопрос. Сегодня на повестке дня у меня будет таможня. Я, короче, хочу сходить попробовать сделать сегодня карателя, часть третью. Много диких нужно убивать. 25 штук. Убивать нужно с АКС-74У. Вот такую вот я красавицу собрал. Тут ничего, в принципе, выдающегося. Все довольно бюджетно. Половина трофейные вещи. Ну, я думаю, довольно удобный инструмент будет для квеста. Погнали на разминочный, ознакомительный, оздоровительный рейд на таможню за дикаря. В 7 утра можно будет чухнуть. Посмотрим, что там, как вообще дела обстоят. Понюхаем пороху, послушаем карту. Может, что по хабару еще вынесем интересного. Так, есть денюжка немножко. FMG патроны что-то потеряли тут. Покушать? Забиндоваться? Ого, полчаса мне дали на рейд, прикинь. Не, ну это... Жудак порта блокпост снайперов, говорит. Ну... Тогда поехали. Искать проключений. Что-то есть какие-то патроны. Ну ладно. Так, я бы хотел, знаешь, еще что? На заправке внизу посмотреть это МЧС-ключик. Потому что мне его надо будет покупать. Квест уже висит, и выполнение его зависит только от этого ключа. Может быть, мне судьба... Улыбнется? Скажет, забирай, иди сюда, ключ. Прям попялимся. За дикого, конечно, можно нагло бегать, но... То, что полчаса всего... До конца. Точнее, ажно до конца полчаса. Это много. Еще от ЧВК я готов поспорить, где-то шарохаются. На карте. Где-то там что-то там, кто-то там, тихо там. Ну, хорош. Роликса наковырял. Ну, полчаса я точно не буду в рейде лазить. Нет, нифига. Вот я сейчас прям где-то... Ага. Где стрельба была, вот туда прям и иду. Мочите, пацаны, его. Мочи, мочи его. Пока они там друг другом занимаются. Можем попробовать под шумок здесь. Тайнички поковырять. Бам, шепчик гегера. Поро. Короче, та сторона... Та сторона что-то бушует. Не хочу туда идти. Может, как вариант туда... Опачки. Базу решала посмотреть. Раз все-таки деловые на той стороне там бушуют. Чисто дайнушку, дайнушку чисто поискать. Здесь я смогу пролезть? Получается, смогу. А в тайнике мыло. Очки сварщика. Все достойно. Так, теперь как отсюда? Да. Блин, игра за дикого. Такая вся лотерея. Ты да нафиг, я сниму его. Вроде чуточку лучше слышно. Тут кто-то есть, что ли? Ге-гей, изи. Ха, ну че, нормально? Вроде свои. Все, говорит, лутаемся по тяжелой. Блин, кто-то ковырнул тут уже. Да тут. Видимо, ловить-то особо и нечего, да? Но мы все равно посмотрим. Ну нет. Это, короче, трата времени. Самые популярные эти расковыряли. Блин, как я буду здесь диких стрелять, если вокруг такая возня идет? А тут дверь на настежь уже. Тоже лутали. С дикими проблемы, получается, будет. Или, может быть, ночью мне выйти тогда в рейд? Блин, и там все раскрыто. Хотите ночной рейд? Хе-хе-хе. Ого. 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 Это набор для джентльмена, конечно. Ой. Нервы сдали. Я не хотел, брат. Все, все, понял, понял. Хана мне, короче, да? Эй, земляк! Короче. Это ГГ. Я карму подпортил себе. Че, блин, е-мое, нифига себе. Взял, стрельнул. Зачем? А главное, нафига? А, на почапали ты-то домой. ЖД, говорят, к порту Таркова. Можно либо в ту, либо в ту сторону. Сюда ближе, направо здесь, надо выскочить, попробую. Что-то я, это самое, да. Взял, стрельнул, зачем-то по нему. От неожиданности, короче. Я его не услышал, я его увидел уже в последний момент. За чувака надо будет ушки на макушке. Мало того, что чувака куча целая, да, на локации, так еще и дикие на получасовом этом тайминге подлетают. Это вообще не очень прикольно. Ну че, молодец, 9 минут, около 1000 опыта. Дикого застрелил одного. Я, короче, подпортил себе репутацию, да, где это можно будет посмотреть. А это надо будет выгрузить сначала добро. И смотрим. Карма. Штраф за убийство диких. Три суммарных изменений. А, ну не сильно. Хорошо, что я чулобота не убил. Я думаю, если бы я чулобота застрелил, то это вообще беда была бы. Нормально, жить можно. Ситуация обещает быть сложной на локации таможня. Много ЧВК, много диких. Рано подъезжают чулоботы, но делать нечего. Пойдем мы на таможку. Пойдем в 9 утра. И будем пытаться вывести эту, в общем, ситуацию. Взял с собой три маяка и Wi-Fi камеру. Ксюха готова. Мне нужно от таможни заложить три маячка. Пометить тигры, заложить Wi-Fi камеру и настрелять 25 диких. Опачки. Да, и не туда, и не сюда, короче говоря, да? Получается так. Окей, давай эти тигры тогда сначала метить. Выходы у меня где блокпост снайперов, наверное, да? Ой, ВСРФ, который, да. Трейлерный. Так. Так, ближайшие спауны мне... Не создадут проблем, надеюсь? А, нет, создадут. Приехал ЧВК. Исек. Будет тяжело. Я понял, Татарков. Нет, я понял. Вроде тишина, да? Еще вон те спауны сейчас в мою сторону побегут. Скорее всего. Могут, конечно, и на заводскую чукнуть. А могут и нет. Прям вышел в загиб. Понял. Ого. Нифига. Это знаешь, кто стреляет? Неужели это крыша там стреляет? Похоже, что он загрелся на меня, прикинь. Хорош. Блин, я его не вижу. Давай с укрытия попробуем. Или от него? Ну, понятно. С юмпом опасный малый был. Сейчас мы в него переоденемся. Я его в бронеразгруз перееду. Точно такой же, как у меня, один в один. Так, это нам не надо. Вот это, вот это, вот это. Вот так. Вот так вот, примерно. Что-то в этом духе. Что там, как-то непалевно? Не, нормально. Все. Ищем дальше. Вышел за дикими. Первый же чувака попался. А вон он. По-моему, убил я его. Ого! Тут близко, как-то так. Все. А вон. Продолжение следует... 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 это разорался мирный двоица есть уже хорошо прошвырнулся уже похоже на то хорошо что я патронов побольше взял я так и думал что вот такая возня всякая будет ну чё плюс 3 в копилке имеется уже значит не зря здесь ходим да а эти которые с база решала сейчас по моему как раз в эту сторону пойдут это мне подсказывает там пацанчики явно не диких пострелять вышли явно он там не один да раз так нагло прям сидит на этом мага если поливает маневрировать что ли базу решала я пожалуй подам питание на случай всякий ключ от выхода с завода у меня имеется вдруг так получится и прижмет что надо будет там выходить да а у меня уже а у меня же питание будет включена так то можно было бы там сидеть и сидеть себе вуз не дуть на скале если бы не нужно было метить эти вайфай камеру закладывать до заправки есть пацаны мой хорош ключ хочу пострелить ничего не знаю я не знаю знаю что ключ надо пострелить и слышал дикого надо стрельнуть дикого нормально нормально где-то совсем близко а вон он блин неудобно есть кабанчик вся инфа прошла что деса тут это уже новая волна подгрузилась прикольно тут же ходил чувака помнишь да на скалах уже как скажешь брат живой сюда в аккуратно они как раз на заправку приходят откуда со скалы это чувака проскочил по моему или челобот судя по движению обычный дикий блок из а это курс все нормально куст тоже убил ну давай что-то нормас нормас копилочка пополняется потихоньку дикими это отлично это то что надо присяду тут докину патроны вот этих товарищей как раз тот человек по моему и поубивал да вот это вообще чувака таки общаги 203 квестовый ключ но я квест закрыл уже это ого с джелькой ходишь хорош ну чё это получается сигнал к тому чтобы идти домой да или нет еще пойдем пойдем мне в любом случае в ту сторону а вот и клин с которого стреляют чувака ешь без галочки переехала вся активность в сторону общежития значит можно попробовать вытянувая срф или на блог по 100 снайперов посмотреть кости как раз мне что мой вайфай камеру надо закладывать так что прямо пойдем прямо а у меня выносливо что включаю из-за того что нет выносливость пополняет все хорошо так парни даёте добро на проход безопасный вот дают нет чувак какой-то но мне не нужен абсолютно офигеть как это было долго конечно какой-то броне по ходу был 4 или может быть даже 5 класса много сказал патронов муж я чисто по руке постоянно стрелял ладно я практически на месте решаем вопрос с вайфай камеры сейчас общаги бы не прискакали ну давай закладывать все вот сюда вайфай надо спрятать и останется один тигр он находится прям за спиной у меня здесь где ворота проход на в срф что близко совсем сейчас посмотрю костер работает или нет если работает и мешок скину просто схожу маяк поставлю и вернусь сюда на выход такой мой замысел есть костер работает зашибись тогда за уазиком где мы здесь тяжелым не бегать до пока стамина восстановится быстро одна нога здесь другая там и на выход вот так вот вот пойдет мое добро хабарище мой хабар все выходим превью получается все выходим я хочу закрыть тогда сафари на тигра потому что там выход выживания нужны выход с локации и спокойно теперь зайдем и будем чисто диких стрелять что мы имеем 26 небольшим минут шесть больше 6000 опыта диких на а я бировца все-таки взорвал получается 11 диких получилось настрелять маловато закрываю миротворцу daily quest сварил два штуки еще один в рейде нашел эти тройники но ничего страшного так сказать будет приятным бонусом эти награды да за daily quest ну и главное мы сафари на тигра квест можем закрыть мы пометили три автомобиля и выжили вышли с локации это все что от нас требовалось следующий квест от миротворца это металлолом мне нужно маркерами теперь на берегу метить технику это 93 танка но сначала доделаю карателя на таможне теперь я не привязан никакой территории в плане метить ничего не нужно маяки нигде закладывать не нужно мне нужно просто диких пострелять так что можем почилить где-нибудь на хорошем спауне слушаем карту смотрим по сторонам и обязательно настреляем диких себе вот тебе через всю абсолютно локацию придется мне прогуляться ну в принципе я и не против на самом деле от корки до корки тогда посмотрим что тут происходит на таможне главная основа опять же в такой активности не профукать ближайшие спауны какие-нибудь внимательно слушать все будет хорошего рука так и тянется полутаться о я же водичку взял кстати это болезнь до 11 поднял кто-то говорит что можно качать его пацаны качать метаболизм и в схроне но я ой хорош но я последнее время наблюдаю такую фишку что оно откатывается короче почему то я не знаю почему а то он качнулся бы у меня в убежище до 11 и потом откатился бы опять до 10 не знаю бак или фича докидываемся чё парочка есть уже неплохо начало хорошее уже не зря вышел на локацию получается да вот чё это такое это кто-то близко стреляет или чё непонятно мешок с собой не взял никакой я думаю что он мне не нужен так ладно эту сторону поглядели хорошо а дальше где еще дикие могут быть в центр и там на той стороне гаражей значит в том направлении будем потихоньку двигаться весь план заключается в том чтобы тихонько ходить и смотреть и слушать внимательно все движухи буду смотреть если то только куртёхи возможно посчастливится какой-нибудь ключ хороший найти или флешку флешку я находил в куртке в этом вайпе куртки говорят еще всяких интересностей находят ну чё вроде тихо да по спавнам так не на продажу а чисто для опыта из любопытства будем смотреть на той стороне в общем примерно на базе решала что они это поливают ну значит будем смотреть местные точки спавна диких и потихонечку продвигаться на ту сторону локации так как у меня там выходы и где-нибудь на скале там засядем посмотрим по сторонам в районе стримерской где-нибудь там будем теряться если доберемся до туда и там постоянно спавнятся дикие я думаю что там больше у меня шансов настрелять будем незаметно действовать о чем у к бежит что задумал а да с тазиком со скрипучки пришел прикинь попал не попал мать на женщина второй уровень по закону подлости в каждой непроверенной картотеке по флешке лежит да уже пошуршало пока я в гаражах лазу ладно дальше реки у нас могут быть в срф и блокпост снайперов похоже тишина уже в срф тишина горит а нет есть вон кто-то есть дикие новые срф пойдем туда туда одного точно видел один точно есть слышал шаги чита а меня встречают короче офигеть его уже откинуло а почему так а почему так вроде и пинк не не такой жесткий да блин я буду кинуться по хорошему что-то зажал от души так у пачки это чем он стреляет чуть не помаха пашки что ли дает кинуться и дает он чай зачем жулики что задумали да за мной выехали чувака так надо кинуться короче по питоне сховаем сухарики и сок выпьем будем как новенький бон аппетит ё-моё сейчас мы это дело обойдем нельзя просто так взять и не посмотреть стройку возможно эти товарищи просто намылились на выход на в срф я им просто помешал там на пути оказался да есть такое предположение блин единственное тут опасно вот это вот все проходить с базы решал и главное не шмальнули вот и на территорию стройки мы отсюда можем заглянуть хотя судя потому что пришли чуваки отсюда скорее всего тут вычистили все есть такое мнение вот слышу или кого-то слышал но вроде никого а кто и зачем меня кошмарил то или там по диким отрабатывали соска или тскс по коммутатору непонятно очень окей ну значит идем в своем направлении сейчас надо глянуть что там у меня по дикарям осталось тут приблизительно прикинуть да мои шансы где он там тарковский стройки садоводство 16 9 еще на горит 9 так 9 у меня кстати остался ключ еще от времянки от этой с 2 0 31 папкой можно подправить карму фоктарков лояльный ко мне малеха да открыть эту временку может кому-то там еще квест надо будет сделать это опасно это скинул рюкзак кто-то за ним наблюдает я думаю что это состройки за ним наблюдают снайпер скорее всего возможно это просто наживка так что извините подвиньтесь но я пас временку в другой раз откроем хотя я же без рюкзака можно его схватить и убежать вот и все кто хатрый и сахатрый чик смотрим без галочки это просто мешок поменял возможно непонятно честно говоря желание ой блин 150 у него там флешка возможно есть короче ох не наказывает арка сильно ладно время идет время тик так общаги уехали чулоботы заехали надо делать свое грязное дело пока пока тихо на карте как всегда я как слон в посудной лавке по колечку зацеплю то и ноги сломаю на ровном месте и и Ого! Ваши опоздали по позволениям сие кто-то внутри я слышал по линолеуму там топнул возможно плохие парни да это дикий скорее всего ну бот я имею ввиду так а че у меня по ключикам заводская ой я блин те ключи не выложил который в прошлом рейде нашел вот я тип ну ладно а ключ не посмотрел там час как думал где-то ключа не имеется но вы говорите может под текстурой лежать пока не подтверждено что это такое а это мусор понял понял есть кабанчик ох как жестко фризануло походу подгрузились а аэрдроп вызвали каждый раз прям сильно проседает игра когда вызывают ардроп это мусор это мусор это мусор это мусор и это мусор есть еще один далеко эрдроп упал если где-то близко было можно было бы поковырять попробовать его да или как минимум попасти что там за движ будет да скажу я вам о дачу то что подчекрыжили немножко с ксюхой комфортнее играть стало причем у меня сборка не самая там топовая ну играть можно уже приятно все выкосили выкосили вылутали пошли на заводскую территорию зайдем тоже ковыряли уже блин убева пацанчики я рассчитывал что тут капец сейчас будет аншлаг тут вообще никого тут вообще никого как так неужели все на той стороне дикие заспавнились где а можно еще старую заправку мне нифига я не выйду с локацией пока я не стреляю либо пока меня не отправят домой однозначно я пришел за дикими надо диких джебошить ну ладно если я чуть дальше отойду может быть тогда они там на кпп заспавниться пойду как раз старую тогда заправку посмотрю на старой заправке я думаю сто процентов будут дикие сюда мы спрячем ценная бумаги ё-моё блин досадно такие места прям я был уверен что я 9 деких тут на всех этих спавнах точно настреляю а ну вон оно чё фига не получается так парни вот они вы где да сидите сейчас сейчас блин там челоботы еще подъехали оу тут еще один бедренов ваш что ты где Ну давай Человек грамотно задрит, он пекает С правой руки все как положено Как по учебнику Да ты, зараза, живучий, а Ах, пропустил я Все, расстроился, убежал Ладно, он походу может где-то там бомжу, но что-то хорошее оружие Ну что там война, квп была По оптику какую-нибудь Я сейчас вот этим упорусь Упор, упороюсь, упорюсь Одним челоботом Тарков накажет за это четверых По-моему, да, я там застрелил Что у нас получается, блин, осталось-то всего двоих Ну все Тут сейчас где-нибудь найдем Инфа сотка, докидываю патроны Оставшиеся, тут немного у меня осталось Мне этого хватит для двоих О, бежит Нашел я тебя Точнее, ты меня нашел Все, последний остался Можно и посмотреть у него Там сто процентов лута Должно быть Добротно Через коню Чик Кобойская шляпа Я не знаю Не понял Кто-то еще слышал, что ли? Хороший квестовый ключ Заберем с собой Он у меня есть, по-моему Если есть, то продадим туда Ну что, Тарков, давай мне последнего дикого И по домам В жизни не поверю, что здесь никто не заспаунился за все время Пока я там ходил В жизни не поверю В жизни не поверю Серьезно Да быть такого не может Тарков Что ты творишь, да, дикого? Получается, каратель сделал без одного дикого, да? Так, без фанатизма, по-быстренькому О, доступен к завершению Третий каратель Прикинь, там кто-то кровью истекал, оказывается Я не добился таки дикого, видимо На заправке-то На заправке-то так второй дрогатель о, электрокомпоненты, хорош все, я досматриваю тогда это помещение и все, и домой идут чистокуртки, шмуртки, сумки блин, запчасти даже если меня застрелят, не так страшно трескнем лутом но зато попробуем вынести побольше побора интересно вообще ничего хорошего, да? я думаю, что вы не сможете Поехали. Ты кто? Понятно. Это конечно будет эпик. Подохнуть. А выходы у меня вообще в этой стороне? Забехи. Все в этой. Ладно парни, ехали домой. Хоть по квестам мы и не теряем ничего. Но Лутецкий я бы хотел вынести. Потому что склад следующего уровня сам себя бесплатно не построит. Надо это понимать. Возможно это просто самый обычный бот был. Вряд ли конечно, но Они тоже могут относиться как угаревая. Все, весь рейд на локации провел. Офигеть. И 25 диких мы настреляли. Отлично. Задача выполнена. Почти 36 минут. Около 7000 опыта. Это Юсику доста... А, это который с Тозом был в самом начале. Ну и все, по дикарям все. Выполнили норму. Здорово, что получилось у меня выполнить этот квест. Каратель часть 3 у меня завершен. 25 диких на таможне настреляли с Ксюхи. Каратель часть 4. Вот теперь можно смело идти на бережок. Да? О, нажиль говорит. Передай. 5 барсов уже имеется. Приготовленные. Нужно, говорит, еще убить диких в лесу. Используя дробовики 12 калибра. 10 штук. И убить бойцов ЧВК на побережье в Балаклаве. Любой жилете дикого. Это, в общем, на ближайшие походы все почти на берег. Будет моя экипировка, скорее всего. За счет карателя я достиг 3 уровня лояльности с прапором. И поэтому свой человек квест я могу тоже завершать. Получается, попутно еще и механику сегодня задачу выполнили. Смотрите, я что наторговал тут со всего добра, которое я сегодня повыносил. 2 миллиона 773 тысячи у меня теперь имеется в сфроне. И я, значит, могу улучшить себе склад. Докупил все, что необходимо было по предметам и 2,5 миллиона денег у меня имеется. 24 часа и улучшение будет готово. Значит, к следующему выпуску у нас уже будет склад больше. Здорово. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, за добрые комментарии. Всем приятной игры, хорошего настроения и до следующего выпуска. До свидания. ПОРОЗОР��